Я уверен, так оно и работает, быть в нужный момент в нужном месте. Но для того, чтобы использовать момент, когда ты оказался в нужном месте, тебе надо быть готовым к этому. Пока ты ждешь, я бы сказал, этого момента, трудись и самосовершенствуйся, чтобы его не упустить. Я Женя Засуцкий, архитектор из Киева и сейчас у меня стартап, который называется Обиимы. Это первый в мире сенседжер, который позволяет прикоснуться людям на расстоянии друг к другу. Ты прям в центре всего и вокруг тебя твои близкие. Ты в плохом настроении, тебе присылают обнимашки, залезатый цицинятам украинскую, облизать щенками или приложить кота или придавить пандой. Как бы это мило, это точно поднимает настроение. Мы стали за последние три месяца топ-1 в 45 странах в категории лайфстайл. В 170 странах пользуются обимами. Украинские это объятия и отсюда и пошло название объятия, объемы. Можно сказать, что если бы не Валя, у меня бы намного меньше всего получилось. Это моя семья, семья Засуцких. Валя моя жена, Мелисса наша дочь и корица, синамон в Америке, она стала синамон. Мы когда приехали и попали на Манхэттен, очень было много людей. И у меня родилась такая серия незнакомцев Манхэттена. Многих работ уже нет, по-моему, пяти работ. Потому что ребята, когда идут на день рождения, они говорят, можно мы эту картину отдаем? Вот. Мне очень приятно, конечно же, я их отдаю. Мы сейчас живем у друзей. После начала войны мы переехали сюда к друзьям. Они нас приютили, пригласили. Собственно, они первые позвали. Вот. Это Нью-Джерси. Их дом очень уютный и классный. Но в ближайшее время переедем уже в свою квартиру. Арендную, конечно же. Мне сразу говорили, 95% стартапов загибаются. Это статистика, которую не отпровернешь. Она как бы математическая. Это факт. Мы все равно решили, что мы будем делать, пока не получится. Искали деньги. Я продал дом, который мы строили с Валей. Я перешел и сказал, Валя, у нас есть две опции. Первое. Достроить дом 200 метров квадратных под Киевом. Он хороший, красивый. Но есть возможность сделать стартап, который будет полезен миллиарду человек в мире. Она такая, я с тобой хоть на край света. Продаем дом, продаем машину. Все. Ну как бы мы так хорошенько попродавали. Знаете, как настоящий начинающий стартапер. Нес все с дому. Нес все с дому. Только бы случилось. Первый год я спонсировал своими деньгами. Потом первыми в меня поверили украинский фонд стартапов. Дали возможность поучаствовать в Pitch Day. Это день, когда ты должен защитить свои стартапы. Государство дает 25 тысяч долларов. На самом деле удивительный факт того, что страна действительно первая, кто поверил в то, что наш стартап получит успешность. Сейчас у нас аудитория в 7,5 миллионов людей. Классно, что украинский бренд стал известным на весь мир. Украину хочется вернуться, но в силу того, что невозможно будет выехать по нынешним законам. А с Абимами намного сейчас происходит и мне надо в командировки летать в разные части и мира, и Америки. Я возьму себе время для того, чтобы провести все задуманные задачи с Абимами, но очень хочу и уверен, что мы вернемся домой. Это Ваза моего друга, украинского художника. Он и мой одногруппник, и мой близкий друг, и известный украинский скульптор армянского происхождения Вагана Вакян. Верю в большое будущее Вагана. У него, правда, классная работа. У меня тоже в галерее несколько выставлено в Киеве. Это одновременно и моя студия архитектурная, Женя Засуцкий команда, и она же галерея. Я это называю аквариум архитектуры, дизайна. Америка — супер классное место для того, чтобы сейчас развиваться и с Абимами, и со всем, и работать с Америкой. И тут тоже супер, супер хорошо. Но дом — это дом, это место, где я родился. У меня на руке вот написано «Пудил». Это мой родной район, на котором я вырос, который у меня близко к сердцу. Поэтому, конечно, я скучаю за своей галереей, скучаю по друзьям, которые в Киеве остались. Это не подменишь, не заменишь. Конечно, хочется с ними видеться, хочется гулять родными улицами. Как быстро это произойдет, тяжело сказать. Но надо отдавать себе объективный отчет того, что происходит. Поэтому у нас сейчас большие возможности развивать продукт, который сделан в Украине на весь мир. Я должен использовать эту возможность, опять-таки, потому что это важная миссия нашей команды и как украинцы внести украинский продукт в мир. Но есть вот эти вот мысли о том, как и когда вернуться. Конечно, они не покидают ни один день меня.